Cubot Kingkong AX. Несмотря на то, что я нахожусь в России, мне удалось получить этот телефон одному из первых. Давайте распакуем. Составим свои первые впечатления. Батарея 5000 мАч. Так, значит, небольшой кирпич. Хотя диагональ экрана 6,5 дюймов. Процессор уже надоевший, наверное, всем G99. 12 гигабайт оперативной памяти, 100 мегапиксельная основная камера. В общем, сзади три камеры, спереди одна камера, 32 мегапиксельная. И мне очень интересно посмотреть, как он вообще выглядит. Потому что... Ай, давно не распаковывал, уже отвык, видите, от волнения руки трясутся. Потому что на официальном сайте его фотографии нет. Нет, можно, можно увидеть его фотографии в интернете. Но вот чтобы прям вживую обзор, пока я такого не видел. Kingkong AX. Чем отличается от огромного количества предыдущих Kingkong'ов? Честно говоря, не знаю. Наверное, тем, что он меньше, легче. Прям удивительно. Я настолько привык к этим тяжелым, огромным кирпичам, что этот кажется маленьким и легким. В комплекте телефон. Слушайте, ну мне нравится, как он выглядит. Именно, может, потому что он тонкий. Но толстые кирпичи мне уже, честно говоря, откровенно поднадоели. Написано, не вскрывать. Батарея несъемная. В комплекте также идет, так, ну, regulation. А что тут вообще? А на русском, на русском, на русском должно быть. Даже на польском есть. Чего? А на русском нет? Ну, елки-палки, как так? Быстрый старт. Силиконовая впитывалка влаги. Иголочка. Быстрый старт. Давайте мы не будем смотреть. У них все одно и то же. Защитное стекло. Именно стекло, а не пленочка. И также в комплекте USB Type-C Type-C. И интересно, насколько быстрая зарядка? 33 ватта. Всего лишь 33 ватта. Я думал, может, 66. Ладно, 33. Посмотрим на телефон. Слева от экрана слот для сим-карт. Под резиновой заглушкой. Над экраном камера 32 мегапикселя. Кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Регулировка громкости над кнопкой включения. Снизу разъем для зарядки и подключения к компьютеру. USB Type-C и разъема для подключения гарнитуры нет. King Kong AX, либо две наносимки, либо одна симка, одна SD-карта. Задний дополнительный экран. Ну, такой мы уже неоднократно видели, поэтому удивляться этому не будем. Аккуратненько. Защитную пленку. И давайте выберем сразу русский язык. Окей. Android 14 сразу из коробки стоит в этом телефоне. 14-й Android. Это первый телефон, попавший ко мне в руки с 14-м Android. Оперативной памяти 12 гигабайт, плюс еще 12 можно добавить. ПЗУ 256 гигабайт, разрешение экрана 2408 точек на 1080, 6,58 дюйма, 5100 мАч. Вот так выглядит телефон после первой загрузки. Ничего пока еще не ставил и даже к сети не подключался. Еще что можно здесь узнать. Система. Дата, время, красноярское, язык, приложение. Когда я только запустил телефон, у меня на весь экран выдало сообщение «телефон в опасности». Но я как-то смахнул, и я не понял, куда мне идти, чтобы снова увидеть это страшное предупреждение. Куда, куда, куда. А, может вот сюда я зашел? Безопасность. Нет. Странно. Мини-экранчик. Для того, чтобы настроить вот этот вот маленький экран с обратной стороны, есть специальная вкладка в настройках и, как всегда, не переведено на русский язык. Ну что же так. Что здесь можно делать? Управлять музыкой, делать фотографии, записывать видео. И все это идет отдельным специальным приложением. Давайте посмотрим. Управление музыкой. Фотоаппарат. Понятно. Уровень. Нет, это не уровень. Это же стороны света. Точно. И все из этого. Здесь можно посмотреть батарею. И снизу notification. Да, ничего еще не приходило с уведомлениями. Стандартный набор. Antutu 10 версии выдал 411 тысяч баллов. Ну это же процессор G99. Чего мы еще хотим? Больше он не выдаст. Это такой очень популярный 4G середнячок. Вот Mediatek MT6789. Это он и есть. Разрешение экрана совпадает. Задняя камера 100 мегапикселей. И еще есть 5-мегапиксельная макросъемка. Которую даже лучше и не тестировать. На самом деле 100-мегапиксельной матрицы хватает для того, чтобы сделать макро. Если, конечно, с оптикой и со всем остальным здесь не накосячили. 12 гигабайт оперативной памяти. Кстати говоря, это ровно в два раза больше, чем вот в этом Qubot. Кинг-Конг 8, по-моему, он называется. И так получилось, что это мой основной сейчас телефон. Главная фишка телефона – это низкая стоимость. И вот этот фонарик. Здесь, я, кстати, не знаю, сколько этот телефон будет стоить. Извините, пока не знаю. Два кластера и 76 и 55. Максимальная частота 2,2 ГГц. Г57 МС2 видеоускоритель. Частота обновления экрана – 120 Гц. HDR не поддерживается. Какая жалость. Разрешение. Ну, понятно, 60, 90 и 120 Гц поддерживает этот экран. В настройках можно указать. И также можно автовыставление частоты тоже настроить. Передняя камера – 32. Видео снимает. Full HD. Эх, жалко, не 4К. Просто G99 не поддерживает 4К. Максимум 2К видео. Емкость батареи – 5100 мАч. И заряд батареи уже 80%. Когда я его только распаковал, было 90. Кстати, вот этого Кьюбота мне хватает на 3 дня активного использования. Я сейчас живу в деревне, но иногда выезжаю в Красноярск. И вот 3 дня поездок в город и обратно. И довольно активное использование. GPS для того, чтобы навигатором там попользоваться. Писюльки, читульки. Всё-всё-всё. Это 3 дня. 3 дня вообще. Зашибись. Этот, понятно, будет держать поменьше. Потому что здесь и процессор помощнее больше жрёт. И батарея поменьше. И датчики. Датчики, датчики. Шагомер есть. Вектор вращения. Детектор шагов. Да, я уже это только что сказал. Акселерометр. Датчик освещения. Датчика давления нет. Фу, какая гадость. Мы не узнаем. Атмосферное давление. Да. Вот кто-то может сказать, опять притормаживает. Ребята, это Antutu всегда вот здесь притормаживает. Даже на самом мощном телефоне. Просто вы иногда пишите, не проверяя на своём телефоне. А если проверите, удивитесь. Стресс-тест я запускаю перед полным обзором. И давайте ещё глянем, что же здесь есть из коробки. Кроме 14-го андроида. Бенчмарк Antutu. Это я уже поставил. Набор инструментов. Отвес, тревога, зеркало, компас, шумомер. Всё стандартно. Здесь ничего интересного. Управление, уборка мусора. Холодильник есть. Можно в холодильник запихать неиспользуемые в данный момент приложения, не теряя их данные. И шагомер приложения. Можно задать цель. Вот это вот приложение такое корялое. Иногда его... Ну, в общем, ладно. Хорошо, хоть такое есть. Теперь можно не носить браслет и часы на руке, если шагомер есть в телефоне. Всё, больше здесь ничего интересного. Запускаем. И вот, видите, 100 мегапикселей отдельная вкладка идёт. Я даже не знаю, что сфотографировать. Давайте одним телефоном Qubot сфотографируем другой телефон Qubot. 100 мегапикселей. Йоп. Сохранилось достаточно быстро. И давайте посмотрим видео. Должно качество 2К. Да, вот 2К доступно. Сразу было включено. По умолчанию. Протестирую. Быстрое тестирование камер телефона. Так снимает видео основная камера. Мне кажется, неплохо. И даже стабилизатор, что ли, есть? Ну, какой-то есть. Однозначно есть стабилизатор. Понятно, что не оптический. А вот передняя камера не умеет снимать 2К. Только Full HD 30 кадров в секунду. Да? С помощью макрокамеры можно видео писать. Ух ты. Основная 100 мегапиксельная камера. Фотка именно 100 мегапикселей. Передняя 32 мегапиксельная камера. А это макросъемка. Как в старые добрые времена. Быстрое тестирование камер. Производительности и всего остального прямо во время распаковки. Еще из интересного, что здесь я заметил. Динамик на задней стороне. Есть какое-то непонятное отверстие. Интересно, что это такое? Учитывая, что отверстие микрофона вот. Еще какое-то отверстие. Может быть, еще один микрофон для шумоподавления? Может быть. В полном обзоре расскажу больше. В полном обзоре. Спасибо. Продолжение следует...